Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 апреля, начало Страстной Седмицы, Великий Понедельник, Православная Церковь свышает память мучениц Агапии Ирины Хеонии. Святые мученицы Агапия Ирина и Хеония были родными сестрами и жили в конце III-начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи. Они остались сиротами в юном возрасте. Девушки вели благочестивую христианскую жизнь и отклоняли домогательство многочисленных женихов. Их духовным руководителем был священник Зенон. Ему было открыто в сонном видении, что в ближайшее время он скончается, а святых дев возьмут на мучение. Такое же откровение было и находившейся в Аквилее великомученице Анастасии, которую называли узорешительницей за то, что она безбоязненно посещала находившихся в тюрьмах христиан, ободряла их и помогала им. Великомученица Анастасия поспешила к сестрам и убеждала их мужественно постоять за Христа. Вскоре предсказанное введение исполнилось. Священник Зенон скончался, а три девы были схвачены и направлены на суд к императору Диоклетиану. Увидев юных прекрасных сестер, император предложил им отречься от Христа и обещал найти знатных женихов из своей свиты. Но святые сестры отвечали, что имеют одного небесного жениха Христа, за веру в которого готовые пострадать. Император убеждал их отречься от Христа, но ни старшие сестры, ни самая младшая из них не соглашались. Они называли языческих богов идолами, сделанными человеческими руками, и проповедовали веру в истинного Бога. По повелению Диоклетиана, направившегося в Македонию, туда были отвезены и святые сестры. Их отдали на суд правителю Дулкицию. Когда он увидел красоту святых мучениц, то воспылал нечистой страстью. Он взял сестер под стражу и передал им, что они получат свободу, если согласятся исполнить его желание. Но святые мученицы ответили, что они готовы умереть за своего небесного жениха Христа. Тогда Дулкиций решил тайно ночью овладеть ими насильно. Когда святые сестры встали ночью на молитву и словословили Господа, Дулкиций подкрался к двери и хотел войти. Невидимая сила поразила его, он потерял рассудок и кинулся прочь. Не находя выхода, мучитель по дороге попал в поварню, где стояли чугуны, сковороды и котлы, и весь перепачкался в саже. Слуги и воины с трудом узнали его. Когда он увидел себя в зеркале, то подумал, что святые мученицы околдовали его и решил им отомстить. На суде Дулкиций велел обнажить перед ним святых мучениц. Но воины, как ни старались, не могли этого сделать. Одежды как бы приросли к телам святых дев. Во время суда Дулкиций внезапно заснул, и никто не мог разбудить его. Но только его внесли в дом, он тотчас проснулся. Когда обо всем происшедшем донесли императору Диоклетиану, он разгневался на Дулкиция и передал святых дев судье Сесинию. Тот начал свой допрос с младшей сестры Ирины. Убедившись в ее непреклонности, он отправил ее в темницу и попытался принудить к отречению святых Хианию и Агапию. Но и их невозможно было склонить к отречению от Христа, и Сесиний приказал сжечь святых Агапию и Хианию. Сестры, услышав приговор, возблагодарили Господа за мученические венцы. В огне Агапия и Хиания отошли ко Господу с молитвой. Когда огонь погас, все увидели, что тела мучениц и их одежда не опалены огнем, а лица прекрасны и спокойны, как у людей, уснувших тихим сном. На другой день Сесиний приказал привезти на суд святую Ирину. Он пугал ее участью старших сестер и уговаривал отречься от Христа, а потом стал угрожать отдать ее на поругание в блудилище. Но святая мученица отвечала, пусть мое тело будет отдано на насильное поругание, но душа моя не сквернится отречением от Христа. Когда воины Сесиния повели святую Ирину в блудилище, их нагнали два светлых воина и сказали, «Ваш господин Сесиний повелевает вам привезти девицу на высокую гору и оставить там, а затем прийти к нему и доложить о выполнении приказа». Воины так и поступили. Когда они доложили об этом Сесинию, тот пришел в ярость, так как не давал такого распоряжения. Светлые воины были ангелы Божии, спасшие святую мученицу от поругания. Сесиний с отрядом воинов направился к горе и увидел на ее вершине святую Ирину. Долго искал он дорогу к вершине, но так и не смог найти. Тогда один из воинов ранил святую Ирину стрелой из лука. Мученица крикнула Сесинию, «Я смеюсь над твоей бессильной злобой и чистой, нескверненной, отхожу ко Господу моему Иисусу Христу». Возблагодарив Господа, она легла на землю и предала дух свой Богу за день до Святой Пасхи. Велика мученица Анастасия узнала о кончине святых сестер и с честью погребла их тела. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Леонида, Ихариесы, Ники, Галины, Калисы, Нонихии, Василисы, Феодоры, Ирины и других, священномученика Константина Жданова, Пресвитера. Совершается празднование иконам Божией Матери Ильинская, Черниговская, Тамбовская, Уткинская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok